Салют, пипл! С вами Химон, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, карта Intel в Zulo NVIDIA. Ну а Хуанг и дальше продолжает позориться своими затычками. Но зато разрабатывает RTX 4090 Titanium на три вертушки. Ну а AMD при этом продолжает перехватывать инициативу у NVIDIA ее DLSS. То есть разрабатывая FSR 2.0 и внедряя все в новые и в новые игры. Так что, го смотреть, я создал. Ну что, друзья, наконец-то протестировали видеокарточку Intel A370M. И это целая эпопея, потому что данную видеокарточку возможно найти только в Китае. Еще она и ноутбучная при этом, и только в одном экземпляре ноутбука. Да. А оба теста при этом они основаны на мяченник Discovery Edition 22 года, который вышел в продаже в мае. В общем, после выпуска драйвера 30, 0, 101, 17, 35 до дискретных графических карт Intel Arc Alchemic, китайские создатели контента теперь могут предоставлять, да собственно и уже предоставляют, более точные результаты производительности нового графического процессора ARC A730M. И вот уже существует короткое видео с Golden Peak Upgrade с параллельным сравнением графики между ARC A730M и DeForce RTX 3060 ноутбучной версией. А в довесок к этому есть полный обзор на ресурсе IT Home. Правда, столь лишь поправкой, что второй тест, он все же основан на неофициальном драйвере, а конкретно 30, 0, 101, 17, 26, поэтому сами результаты не могут немножечко, но все же отличаться. Хотя по факту мы видим, что оба обзора они показывают практически одинаковую синтетическую производительность, поэтому в принципе какими-то там мелочами можно все же нивелировать. Тем не менее, несмотря на более новый драйвер, синтетическая производительность, ну, похоже, не изменилась. То есть получается, что 730M по-прежнему способна, да и, собственно, что здесь стоит, все-таки все еще и до сих пор легко превосходит в графику RTX 3060. Однако данное преимущество, ну, никак не отражается на игровой производительности. А вот кому точно стоит сказать спасибо, так это пользователю под ником Redfire, потому что именно он зрительно показал нам отличие между графическими процессорами. А пока вы смотрите, я вам напоминаю, что ARK730M не является флагманским GPU из серии алхимиков. В нем всего лишь 24 ядра XE, тогда как максимум может быть 32. И всего лишь, да, друзья, всего лишь 12 гиг видеопамяти, из возможных 16. Ну, а TGP-шка составляет 120 ватт, а ширина шины 192 бита. И хоть мы с вами видим, что Intel очень хорошо себя проявила, все-таки ей еще нужно работать, и работать немало. Потому что уже некоторые пользователи говорили о том, что есть ряд игр, которые там вылетают или тупят на видеокарте Intel, играя на этом ноутбуке, либо вообще не запускаются. Так что пилить дрова придется еще долго. И для любителей скидок, игр и софта, на сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. скидки. Бум, цена еще ниже на 20%. Оплачиваем через любую удобную систему, вводим ключ, пользуемся, профит. Все ссылочки в описании. Ну вот, пожалуйста, GT 1010 с видеопамятью DDR4. И к слову, это в то время, когда существует аналогичная модель с DDR5. И в итоге, новинка не только с более медленной памятью, но еще и с более низкими частотами. Но зато хоть потребление упало с 30 ватт на 20. Если это, конечно, кому-то вообще актуально. Ну то есть очевидно, что это ни разу не игровая видеокарта. Хотя Colorful считает, что, цитирую, 2G видеопамять предоставляет больше возможностей для новых игроков. Ну, в принципе, да, они правы. Но только не для нынешних игр и не для 2022 года. А где-то там лет 15 назад, 2005 и 2007. В итоге, на борту этого монстра нас ждет тактовая частота в 1151 МГц. Это в стоке. И 1379 в бусте. Шинка здесь 64 бита. 2 Гига DDR4. И все это на невероятной скорости в 2,1 Гигабита в секунду. Что в итоге генерирует 16,8 Гигабайт в секунду. То есть, по факту, мы с вами видим карту, которая почти по всем фронтам похожа на GT1030. Это касается и тактовых частот TDP и даже конфиг памяти. Единственное существенное отличие, это меньшее количество ядер кьюда. То есть, 256, но не 384. Еще и графический процессор. Здесь у нас топчик по медлительности. Это у нас Pascal GP108 на 14 нанометров. Тут нам Сливер, как обычно это копает с Эвен Кимми, один ИС. Он подогнал информацию нам, что якобы Nvidia работает на видеокарточке RTX 3090 Titanium и при этом уже на 3 вертушки. Что и неудивительно, потому что партнеры ныне выпускают RTX 30 серии Ампер с 3 вертушками, либо с водянкой, либо гибридной системой охлаждения. А учитывая, что Ada Loveless это у нас не Ампер и видеокарточка может достигать жоров 600 ватт, то я бы сильно удивился, если бы ревки от Nvidia вышли все же на 2 вертушки. Даже если там бы был более габаритная пассивная система охлаждения. Хотя, зная Nvidia, ну чем черт не шутит. А ведь по факту ревки зеленых за всю свою историю они никогда не ставили себе 3 вентиля. И не говоря уже за жижу. И, ну правда, если я ошибаюсь, то вы меня поправьте. И что, кстати, не сказать за AMD, который довольно давно экспериментирует с кулерами из 3 вентилей. Ну вот те же седьмые радики. Или даже с жижей. Ну вот на ум сразу приходит видеокарточка RX 6900 XTLC и Fury X. Хотя, ходят слухи, что уже готовы кулеры на 3 вертушки для референсной платы AD-102. А если говорить конкретнее, то это и PG-136 и 139. Однако, друзья, это еще не значит, что именно RTX 4090 также будет с новым типом охлаждения. Вполне возможно, там будет тоже 2 вертушки. Скорее всего, это будет касаться только RTX 4090 Ti. Ну это и в принципе логично, потому что разница в энергопотреблении между Ti и обычной 4090 должна быть там, ну, условно колоссальная. Ват в 100, например. И более того, Клопайт подтвердил, что запуск AD-102 в середине июля уже не состоится. То есть релиз флагмана видеокарточки 4090 уже не стоит ожидать в жарком июле. А скорее всего, это будет уже аж октябрь. И это в лучшем случае. Но с другой стороны, это в принципе можно понять. Потому что ныне распродажа, продажа видеокарточек RTX 30 серии, она, собственно, ну, не так уже успешна. Даже на фоне того, что до этого был майнинг. RTX 1 для майнинга были не такие уж прям приятные, как те же, допустим, GTX. Ну, или в каких-то конкретных случаях RTX 20 серии. Поэтому здесь Nvidia все же как ни крути, но может сесть все же немножечко в лужу. Тем более, учитывая, что нынче майнинг сгнил отчасти, спячка, зима и все дела. Поэтому тот вытарх, который был до этого, сейчас в 40 серии не светит. И я вообще думаю, что ее перенесут еще дальше. Тем более, карты тут жрущие. Ну, если мы говорим в контексте майнинга. Ну, конечно, кто-то скажет за андервольт. И тут, конечно, вопрос, сколько они будут копать, сколько будет стоить. Короче, посмотрим. Ну и, друзья, я не могу обойти стороной FSR 2.0. Это важно, не первая, а именно вторая версия. Потому что, ну, красные очень плотно работают, чтобы подтянуться до DLSS от Nvidia, а то и переплюнуть. Тем более, что они работают с открытым исходным кодом. А учитывая, что Intel до сих пор тупит, что с картами, что со своим XS, ну, это подобие DLSS. То у AMD есть все шансы перехватить инициативу технологии на себя. Тем более, что альтернатива от AMD с открытым исходным кодом. И она конкурирует против технологий временного масштабирования на основе искусственного интеллекта Nvidia. И это вот блаженство от AMD, она доступна уже в трех играх. Да, вроде бы немного, но тем не менее. А обзорчики еще при этом оценили ее как достаточно достойный аналог. Но говоря в целом, то ныне красный, они сосредоточены на внедрении FSR 2.0 в максимально возможное количество игр. И более того, уже 10 июня AMD подтвердила еще добавленные 5 новых игр. Ну, в список. Это Abyss World, 3 Hitman, Rescue Party Life, Super People и The Callisto Protocol. И хоть да, по факту поддержка пока что только в трех играх, об этом я говорю в данном сюжете, все же уже список пополняется и игр становится 19. А учитывая, что я вам раньше рассказывал, что внедрение этой технологии не шибко сложное, дня 3-4 максимум, ну как бы вы сами понимаете перспективы технологии. Я думаю, но дело с этим она будет явно поднагибать. Особенно с учитывая, что Intel тупит с видеокарточками и мы не видим ее технологии XS. Только на картинках, только на бумажках. На этом все. Ну, вот как-то так. Друзья, с вами как всегда Блухима. На этом у меня для вас все. Ну и как всегда, кайфовой вам игры. Продолжение следует...